Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Отчет. За прошлый день. Номер 75. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. 24 февраля 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года в день отречения от престола. Он говорит, так тяжело было, я не знаю, как сердце не остановилось. И вот что записал. Он думал, нет, что эти дневники будут известны всему миру, и мы будем над ними рассуждать. Это везде сейчас. Это в политике, в церковных делах. Везде измена, трусость и обман. В первую очередь, изменение евангельским принципам, евангельским словам. Измена Христу. Вот откуда все идет. Вот у меня книжечка. Не знаю, кто-то принес тут ее. Старообрящевская. Библиотека Старовер. Ну, тут, не знаю, Кудрин от отец Иоанн такой. Жизнью описание священника и отца семейства. Вот, можно даже показать это. Но я медленно ее считаю. Много делаю пометок. Хорошо написано. Хорошие люди. Но искали чего? Как правильно пальцы приложить? Какие иконы? Главное, это причаститься правильно. Главное, причаститься. То есть, о Голгофе речи нету. Христа не знают. Евангелия нету. То есть, Евангелие есть, считают. Но оно служебная книга. Поднять, пронести, положить. И вот это вот читаю. Но она книга небольшая, но очень хорошая. С фотографиями. Не выдуманная. Ну, 286 страниц. Видно, со старанием сделано. Новосибирская типография. Это мой поиск. Это моя жизнь. Здесь описано. Если бы я не встретил Евангелие, не было бы рождения свыше. Крещение Духом Святым. Перемена жизни. Как они ищут. Как они обманываются. Как они страдают. И все только для того, чтобы установить, как правильно отойти от реформы Никона. И в реформе Никона они вообще ни один ничего не видят полезного. Кроме вреда. А ведь можно увидеть было бы, как стали развиваться искусство. Почему ни одного художника за 300 лет царя обряться не дали? Ни одного настоящего поэта большого. Да и мало ли, это изобретений никаких нигде нет. И главное, все против. Евангелие есть. Оно неправильно переведено. А как кто-то знал неправильно? Никоньян, они все портят. То есть он с детства уже в этом. То есть непрерывная перепасть, злоба. Ну ты покажи, ты знаешь еврейский язык? Нет. А грешеский? Нет. Ну а как ты можешь говорить? С чем сравнивать-то? Не знаете чего. Это абсолютно везде 100%. Ну сейчас перестройка 20 лет. Ну неправильно. Ну переведите сами. Эту Евангелие нельзя переводить, потому что Библию перевели не к ньяне, испортили. А своего нету. Ну и еще пришли. Так некоторые. Синодальный перевод неправильный. Чуточку неправильный. А ты ищи где чуточку. Если кто где спорит о синодальном переводе, просто отойдите. Отойдите. Там уже сатана всевает недоверие к Слову Божию. Синодальный перевод это, может быть, самый лучший в мире перевод. Я уже доказывал многократно. Ну и у меня вопросы задают, которые в других ВКонтактах, там разные Твиттеры, Фейсбуке. А администраторы переносят на наш форум. Я покажу наш форум. Вот он наш форум. Как он выглядит. Посмотрите. Вот. Вот он как форум. Ну сами заходите сюда. Сколько раз говорю. Модераторы не всегда это видят. Не всегда берут. Там как-то блокируют. Враги наши рыскают везде. Стараются, чтобы для нас и контакт не работал, и проще. Ну. Заходите, сами вставляйте. Вот я говорю. Вы сами смотрите. Ну и объявляю о том, чтобы... Сколько раз объявляю, но немного помощников. Каждый ролик требует краткого содержания. Вот я дал. Посмотрите, как еще написано. Ну маленько поактивничайте. Хотя бы чуть-чуть-то. Ну нельзя все время только за готовый стол садиться. Раз вы приходите к нам сюда, значит, это не один, не два человека. Перелистывают, видно. Вот на днях перелистывания, это как просмотр. Идет, видно, что вперед идет. Вот посчитайте. Я просто попутно хотел сказать. Вот заходят, люди смотрят. Ну давай посмотрим. Сколько здесь просмотров? 2 миллиона 131 тысяча 468. Значит, люди бывают. Сколько подписчиков на нашем? 3 тысячи 17. Ну это говорит о том, что не мертвые, по крайней мере. Ну это не Кураевский, конечно, садь. Ну почему бы не помочь-то нам? Сделайте. И вот это вот на нашем сайте, на нашем сайте, это вот я показываю, как он выглядит. Во свете Библии, православный библейский сайт. Тут наши книги, 40 с лишним книг наши, нами изданные. Тут где-то проповеди. Вот здесь вот, звук и видео, много наших материалов стоит, 50 книг, начитанных только. Ну и что-то они не считаются. Люди говорят, перевести вот надо в это. Вот сколько раз говорю, вот переведите вот. Что это означает? Специалисты же есть. Ну не может быть, чтобы 2 миллиона просмотров и никого не было. Ну маленько от себя где-то время сократите. Помогите нам, я прошу. Ну и дополнительное объявление, считай. Идут занятия по изучению Святой Библии, по толкованию святых отцов. По скайпу каждую среду и пятницу с 15.00 до 16.30 по Москве. Час занятий, полчаса к нам и вопросы и ответы. Занятие ведет Сергей Пупков. Набирайте его позывной, как Пупков Сергей 1. Вот и все. А то уже завтра можете прийти. Новые люди. Сколько там можно цепляться, не знаю. Я знаю только больше 9, то уже не видно, только аудио. Вообще раз спрашивали, а нельзя ли деньги заплатить? Не надо. Ну а что друг на друга-то смотреть? Деньги платить еще будем? Не надо. Дальше. Юрий Соболев. Что вера от слышания, слышание от Слова Божия. Римлянам 10 глава 17 стих. А значит и послушание от слышания Слова Божия. Иначе послушен слышанным. Исполняешь сказанное Богом. Мне интересно, я тут уже не поставил, отвечает от Юрия Соболев. Он преподает семинарию, семинарию говорю, в академии преподает, в государственном университете, ну и при храме. А тут есть один священник, он может быть такой священник-то, не знаю я какой, но очень злобный, хитрый, лукавый. И он нападает на него, сразу напал, он видит, ага, Соболев он его нашел и на него начал лить. А он сразу ответил, согласно своих там писания и всего-то. Но видно, настолько это выше этого уровня, этот сразу попятился, ну это сергианец-то, клеветник. И все, больше ничего нету, сразу затих. Но иногда находит осклик, вот у нас бывает в общей люди чем-то недовольны. Ну с чем-то, ну прямо, ну ничем прямо. Вот одна подходит ко мне, гляжу, прям плачет. Я говорю, вижу, она злобится прямо, стоит. Я говорю, что с тобой сделается? А что вот этой женщине показывает? Ее звать Нина, так она Нинки. А уж обоих пенсионерки, Нинки. Всегда слово дают говорить, а я не говорю. Так у нас всегда говорят, говори, поднимай руку. И все, ушла из общины, потому что на нее один из этих из Америки, там кто-то, он хвалится, я ее увел. Да, сродство нашел. Ты еще не спросишь, где она до этого была? Она прошла все секты, какие только возможно было. Потом у нас была, а потом опять стиганула к свидетелям Иеговы. Я опять с ней работал, работал, она вернулась. И он, волк этот, волк из баптистов пришедший. И все на букву С и Д их фамилии, даже называть не хочу. Чтобы их еще больше не разодорить-то. И он радуется, что поглотил ее. Ну, будьте внимательны. Вот я указываю, Юрий Соболев открыт. А он еще Соболя этого не может хищник взять. Он ему по зубам съездил. Подобно ребенку, который, если правильно послушан, то послушан родителям. А если послушан обитателям подворотни, то разве сие есть правильное послушание? А мы, православные, кому послушны? Слово и голосу Божьему? Или выморочным бабским баснем около православных подворотен? Да. И еще вот такое открытие в кавычках сделал. Святая Библия написана не в стихотворной форме. Казалось бы, да очевидно же, что. Что за открытие? А между тем, ведь мог Господь изречь через Его святых Божьих человеков, будучи движимых Духом Святым. 2 Петра, 1 глава, 20 стих. Стихотворно поэтические все книги Священного Писания. Мысли о том держался древнегреческий мыслитель Эмпидокл. Считая, что истинно может быть выражено только высшее в форме существования языка, поэзии. Он в таком виде и писал свои сочинения. В 20 веке о том же писал немецкий философ Эмп Хайдегер, называя поэзию «голосом бытия». Но, в кавычках, «но Бог избрал не мудрое миро, чтобы подстрамить мудрых, и не мощное миро избрал Бог, чтобы подстрамить сильное». 1 Коринфянам 1, 27. И мне в этом видится немалозначительный факт. Видите, как я отвечаю. Да кто бы спорил о том. А он отвечает. Сам улыбастик, Натя Тихонович, у меня что не день, то «открытие». Открытие. А я отвечаю. А вот уже и системные открытия на ежедневные до завтрака наши отчеты. Ваши открытия и комментарии, как ароматные приправы к грубому помолу. И того же держись, дорогой брат, чтобы не делать пропусков, а то образовавшуюся нишу тотчас могут занять желающие приносить немалую духовную пользу. Но они идут у меня уже попозже, чуть ниже, ибо вы живете на час раньше нашего раннего подъема в 4.40 утра. А мне приходится вставать почти в три часа, чтобы привести в рабочее состояние поступившие сообщения похвалы и укоры. Вот мы сейчас помолились уже, все, и это сколько у нас? Пять часов, 22 минуты. Ну, в 4.40 вставят, а я встал без двух минут три. Это столько времени у меня уходит, чтобы все проверить, что поступило. Свежие новые ваши открытия, как не видится, могут жить много дольше, чем если бы вы ежедневно делились этими открытиями с любезной своей ланью, женой, и со своими студентами и оглашенными, которых многие преизобильно портят дымным надмением мира сего. Ну, и я уже жду каждому ролику нашему с этим, нашим отчетом за предыдущий день. Жду ваши светофильтры. Как сказано уже, что если мы поделимся имеющимися у нас яблоками, то у каждого человека, у каждого останется все равно по одному только яблоку. А если поделимся мыслями, решениями, откровениями, открытиями, то у каждого будет непременно по два открытия. Итак, богатеть и обогащать, ибо не на зависть это будет друзьям, и в язву врагам. Юрий Соболь. Благодарю за теплые слова и наставления, Игнатий Тихонович. Если Богу будет угодно и жив будем, то во славу Божию, в радости нашего общения во Христе, пребуду на семь посуд. Спаси Христос, поклон братьям. Александр Лобачев. Мир вам, подскажите о нынешнем состоянии дьявола и как он действует, перемещается, ведь он же на цепи, побольше хочется знать об этом. Вот еще бы все. О Христе, а тут о дьяволе-то. Мы каждому молимся, чтобы не видеть его. Почему Матавилов Александр Николаевич как-то беседовал с Серафимом Саровским, ну как пишут, и говорит, побороться бы с ним. Он сразу, что ты, что ты, ваше боголюбие, да это, это такой, да ты он страшный, мерзкий. Ну а Серафим-то умер, а он о нем писал, и в это время форточка открыта, и вдруг как туман лентой вползает, и прям в рот ему ничего не мог, зубы зажимает, он в него вполз, туман этот. Ну а дальше началось все остальное. Испытал гиену, сажу себя соскабливал сколько раз в день. Тартар холода, червь брал, руками растягивал и видел. Не знаю, сохрани бог. Никогда его не видел, но ощущать ощущал. Было у меня там лет, почти полвека назад. Неделю он гнал горячку и страхами пытался взять, ничего не получилось. Ну это я говорю, какие у нас, так, ну и вот. Что говорить? Он скован на Голгофе, связан, написано, на тысячу лет. Где? Ну, евреям 2.14 говорит, дети причастны плоти и крови, это и он, Христос, воспринял оное, дабы смертью своей, лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Вот где он был лишен силы, там и тысячелетнее царство наступило. Это время Иоанна Креста проповеди. Это один из центральных обвалов у всех сектантов. Они верят, что будет на земле тысяча лет. Тысяча лет началась при Голгофе и закончится за 3,5 года. И он будет развязан, то есть время Антихриста. А как же сейчас? Так, как написано. Не надо смотреть то, что глазами видишь. Верь в Священном Писании. Это подпутно я могу даже, чтобы разговор такой просто так не был. Я могу даже показать, вот как это по схеме выглядит. Держи так. Вот смотрите. Вот Христос воскрес. Вот. Воскрес Христос. Это начало тысячелетия Царства. Теперь это время Евангельской проповеди. Вот за 3,5 года и все. Вот здесь что? Сатана скован. Вот написано. Тысячелетие Царства. Это у нас так написано. И что? А вот восхищение Церкви. Это одновременно восхищение Церкви. Всеобщее воскресение праведных и грешных. И вот это 3,5 года Антихрист. Время скорби. Сатана будет освобожден. Вот в этом месте. Все. Простая схема. А остальное хилиазм. Протестантов, а текстантов можно узнать по трем параметрам. Первое. Иконы идолы. Исход. Не делай изображения. 20 глава. Второе. А понятие о Церкви нулевое. Никакое. Где двое или трое. То есть ни рукоположения не надо, ни приемственность благодати. Восьмая глава. Деяния вообще выщелкнута. Откуда Дух Святой сходит? Через кого? Ну и третье. Тысячелетное Царство. Это мои наработки. Практически все одинаково. Пророки, лжепророки воруют, говорят, друг у друга. Свои лживые откровения. И дальше. Роман Малыш. Слава. Алексей Матюшин. Только что прослушал занятия по Библии. Участники-единомышленники. Как святым елеем по сердцу спасти Христос. Это из другого государства. Роман Малыш. Слава Иисусу Христу. Обязательно подключусь к занятиям. Если Бог сподобит. Ездил на Украину. Два дня как вернулся. Кардинальным образом изменил мои планы на жизнь. Если вы не против, хочу подготовить видеообращение к вам. Вижу, как вы загружены работой. Но мне кажется, что видео будет понятней. Спаси Христос. Вот ваши стихи пронзительные. Аж в глубину сердца пробираются. Это у нас стихотворение он написал. Я говорю, а кто написал стихотворение? Ну, он и написал его стихотворение. Ну, я говорю, что-то ты не показал. Где-то вот здесь вот есть. Где-то здесь есть. Нет, посмотри. Вот от романа стих. Вот это он. Вот прочитаем, а стихотворение он написал. Он моряк был, и мне написал стихотворение. Моряк. Роман, малыш, семь футов под килем морская душа. Всю жизнь прошагал без оглядки. Это он обо мне пишет. Все делает только во имя Христа. Тому подтверждение заплатки. Заплатки на меня увидал. Свидетели, свидетели, голуби, кошки, жена, друзей перечесть мало часа, для Бога работа, не ведая сна, трудом многотомная масса. Ты слово живое несешь городам, и селам несешь континентам. Твой голос звучит и для сердца бальзам, глаза открывая неверным. Пожалуйста. Награда творца, поношение врагов, за верность и правду оковы. Молитва, семь раз, в 3.10 подъем, и снова в строю быть готовым. Алло, вы не против? Мы запись введем и выставим для интернета. Конечно, не против, озвучит ответ тот, кто на другом конце света. Гори, не погасни, ты наш огонек, в светильнике полном елея. Маяк, для ослепших он очень далек, в сто крат умножай свое семя. Он писал, автор неизвестный. Мы вчера поговорили, он, да какой я, да вот это. Ну, сначала отговариваются. Ну, смысл-то какой заложен, он все взял. Ну, дальше. Вера Мурник. Таким образом можно доказать сектантам о мытарствах? Почему доказывать надо? А зачем доказывать? Веришь или не веришь? В Писании ничего об этом не говорится. Ведь в Библии ничего о мытарствах не написано, а сектантам, чтобы поверили, нужны цитаты из Священного Писания. Ну, и перестаньте, нету, и не надо доказывать. Пусть они не верят, пусть спасаются, лишь бы были в церкви, приняли истинных епископов, от кого идет благодать. А это никакого значения не имеет. В другие книги они не верят. Большое спасибо. Ну, может быть, и правильно делать, а другие книги не верят-то. Нам еще на это сказать. Не верят, да и не верят. Вот, теперь смотрим. У нас есть, вот, в моем мире я люблю эту систему, лучше всех других. Какие-то твиттеры, там, прочее. Фейсбуки нет. Все можно делать. Вот у нас сколько видео здесь? 2600 роликов ровно. А? 2600. Ну, вот видите, сколько. Только здесь, наших. И фотографии. О, 18850. Притом легко искать. По плен листам разложено. Здесь вот сейчас, вот сегодня выставляю, вот сколько, смотри. И можно найти что угодно здесь, очень быстро искать. Когда-то можно было рассылать на 10 тысяч человек одним щеточком, который у меня в друзьях. Но потом все это убрали, потому что всякую пакость стали делать. Его обрезали на 90%. И вот в таком обрезанном виде мой мир, это лучшая система. И даже сравнить не надо, ни с контактами, ни с кем. Насколько удобно, быстро, много. Главное для связи. Я с этой стороны беседую. Вот. Ну и дальше мы заходим на наш форум. Никита Лейкин. Здравствуйте, Игнатий. При изучении Библии Иисус, назван Сыном Человеческим, порок Даниил 7.13.14. Иисус использовал эту фразу к себе, когда произвозглашал себя Мессией. Православная вера учит, что Иисус был стопроцентным Богом и стопроцентным человеком. Однако при изучении Ветхого Завета я не могу понять строки, числа 23.19, оси 11.9. Помогите мне, пожалуйста, храни вас Господь Иисус Христос. Почему Бог не Сын Человеческий? Я отвечаю. До рождения Девы Марии Он не имел плоти. Вот первое. Второе, дальше. Когда говорится, что Он не Сын Человеческий, то есть не обладает по существу своему божескому, не лучшими качествами человека, быть не твердым в исполнении обещаний. Говорят так, дальше я отвечаю. Евреям 6.18. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за непредлежащую надежду. Числа 23.19. Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не Сын Человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Он Сын Человеческий, но не подобен по грехам нам. Иеговисты, иеретики и тут передергивают. Как и всюду, все написано в Святой Библии на свою погибель. Здесь пишется не с большой буквы Сын Человеческий, а с маленькой. Речь не о воплощении шла, а в сравнении с простым смертным. У него нетвердые помыслы. У кого? А славу, в кавычках, тут прилеплетают слуги дьявола вовсе ни к селу, ни к городу. К делу, к вопросу эта фраза совершенно не относится, и объяснять потому не и нечего. Ну дальше этот вопрос будет задан. Женила Сидорова, Игнатий Тихонович, хочу полностью положиться на Бога и служить Ему до конца своей жизни. Это очень тяжело. Искушение повсюду. Посоветуйте, с чего начать. Что почитать для начала? Хотелось бы иметь наставника, который поможет встать на путь истинный. Но судя по вашим лекциям и видео, можно сказать, что нет таких священников. Игла. Как можно отдавать совет тому, в кого глаза не видишь? Начните с малого. Лука 9,23. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Уберите все нехристианское из одежды и бижутерии. Ежедневно читайте Святую Библию и Ветхие Новые Заветы. Соблюдайте строго все посты Православной Церкви и посещайте хотя бы в субботу вечером и воскресенье утром богослужения в храме. Вот первый ответ. Дима Челемушкин, 41 год, Енисейск. Как назвать его? Дима. Дима. Ну давай. Дорогой Игнатий, здравствуйте. Рад видеть вас даже на фото. Как ваше здоровье? Как здоровье тети Нади? В течение жизни не раз вспоминал о вас и рассказывал людям. Мама в монастыре в городе Красноярске с 1998 года. Ее имя по постругу Пульхерия. Такие как я у вас много. Не обижусь, если не ответите. Он был у меня в лагере. Парень. Это два брата их было. Вячеслав, видимо, очень спортивный такой был. Но дальше-то и как будто у него не шло. Ольга. Все припоминать. Как я у него обнаружил, что приехали, свалились на голову. Вот папиросы. Все, он удивлялся. Как дядя Игнатий так мог сразу у меня найти-то? Ну, я его отпорол, как следует. Последний день уже они пошли. Колочек там, где костер внизу-то. Ну, и недолго. То я залез на вышку, то я их увидел. Ну, сразу на велосипед подъел еще лежать. Ух. Последний день. Он говорит, я так хотел, чтобы последний день-то хоть исправиться-то. Ну, опять проголел. Такой простой-простой пацан. Ольга. Ольга. День. 50 лет. Село Малые Бутырки. Алтайский край. Игнатий Тихонович, я благодарю Бога за то, что вы есть. И я живу с вами в одном районе. Читаю ваши книги каждый день. Многим подарила. И всем гордо рассказываю про вас. Если бы узнала про вас раньше, то вырастила бы нормального, единственного сына. А так вырастила эгоиста. Я бы его к вам в лагерь отправила. Вот тогда бы был результат. Очень много про воспитание взяла из ваших книг, а не из педагогических учебников. Я педагог. Дай Бог вам здоровья. Это мама королевна Алтайский край. Она сказала тут. Ну, тут что-то я отвечаю или кто-то даю. Тут много. Анна Филипенко. Город Париуполь. Сегодня на проповеди наш батюшка цитировал кого-то из святых. Смысл слов такой. Скорби, как теплота. Золото от него размягчается. А глина твердеет. Я, к сожалению, дальше не запомнил. И автора тоже. Теперь еще в интернете и никак не могу найти. Может быть, вы подскажете, чьи это слова и полностью высказывания. Просто у нас же сейчас почти война. Здесь. И эти слова очень хорошие. Чтобы рассказать их другим людям, которые в храм не ходят. Берите Евангелие рассказывать. Вот этих сколько выражений, где найти, какой том, а где вы прочитали. Я говорю, у Ефрема Сирина написано это. Ну, просто. Понимаете? Вот женщина красит губы. А зачем она красит их? Раньше красили одной краской, сейчас другой. Зачем? Муж, как Нагульнов говорил, Лужку, я тебя всякую знаю. Зачем? Очень прост ответ. В 4 веке, Ефрем Сирин, чтобы завлечь с чужого самца. Я сказал это тут одной в алтайской правде. Она разобиделась на меня, год не разговаривала. Значит, ее коснулось это дело. Может быть, там что-то одно и другое было. А я на Затаузе говорю, если Бог не дал красоты, то она полобола, ну, полрубля, ты ее не купишь. Ты только еще более безобразная без этого. А которая имеет от Бога красоту, ей не надо ничего. К нам приехали тут директор библейского сибирского общества Булатов, Алексей Владимирович, и привез с собой американцев. Ну, у нас одеты все по форме. Какие у вас женщины красивые. Я говорю, это платки красивые. Женщины. Ну, оденьте своих-то, и ваши такие же будут. Дальше. Шапку-то не носи. Вот я забыл ей сказать-то. Надень платок. Что ты уже наделаешь? Мужчина в платке, женщина в шапке. Все перевернулось. Так, батюшка про святых цитирует. Цитату. Ну, вот теперь. Вот я мой ответ. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять мест. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Восемнадцать мест из Святой Библии. Найдите еще где-то, чтобы отвечали по слову Божию. Я отвечаю не своими словами. Игнати, там какое-то учение, ваше учение, у меня-то нет, это вы плетете языками, кто так говорит. Найдите мне в интернете, во всей мировой сети, чтобы священник вот так отвечал. Священному писанию. Во-вторых, они его не знают. Во-вторых, не доверяют, ему даже узнают. Ну, а во-третьих, им Бог это и не дает. И они их себя держат. По самым простым вещам. Вот как это надо делать, и что-то спрашиваешь, с какой плеча свечку подавать. Как яйца варить, в курту или в смятку. Артем Григориан. Здравствуйте, у меня вопрос к Игнатию Лапкину. Сегодня увидел в интернете всего видео, посвященное ветхозаветной заповеди и стриж краев бороды. Игнатий Тихонович делает большой акцент на этой заповеди. Вопрос, почему, если Моисеевым закона содержится и еще 612 других заповедей, последовательно делать такой акцент на одной заповеди, и при этом не соблюдать другие. Например, числа 1538. Ну как, с чего ты взял? Один раз пришел, но другой мы не соблюдаем. Мы все соблюдаем конкретно. Числа 16 там. Посмотри. Числа 16 сколько? 38? 1538. 1538? Да. Ну давай, 1538. Что-то там, а где она тут? Книжечка. Числа. Я не вижу тут где. Выше. Числа? Вот она, да. Правильно сказал? Правильно. 15? 15. 38. 15. Вот сюда. Повыше? Вот, да. Я не вижу. 1538. Давай, просчитаем. 38. Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти. Пожалуйста, ты смотри, сынам Израилевым, что-то общее для всех борода, это для сынов Израилевых. Только что поместились, то чужую одежду не носили. Видно, что была своя. Не заразиться. А вот староверы, они свои кружки не дают напиться. А зачем тебе из своей-то? Один сбежавший сифилитик, от него заразились. Врачей-то не было, вымирало целое селение. Я и проезжал какой-то там, забрел на машины, и у них ведро там висело. Он ведром почерпнул, из него напился. Ну, можно было убрать. Но ведро-то опустили в колодец. И тогда они колодец завалили, и сами съехали с этого места. Вот как люди смотрят-то. То есть совсем не относятся к этому. Вот он просчитал. Ничего этого нету. Ни один язычник не соблюдал. А борода у всех растет. Безборода это что? Блудодейная ересь. Блудодейная. Вот с чем связано. Ни задень, ни шиби. Бойся. Теренок это. Дальше. Валентина Невская. Да без бороды на кого он похож? Вот Дугин говорит об этом. Даже Стерников говорит правильно. Уж этот вообще разрушитель. Так понятно. Посмотри на иконы, на изображения. Древние. Посмотрите. Адмирал Макаров какой. У Попова, изобретателя радио. Там как у Хошимина, три волосинки. У Щапина какая борода-то глянь. Или у Смирнова-то не трогают. В чем-то он не прав. А в этом он прав. Это Бог так сделал. Отделил мужчину и женщину. А сейчас... А кто это? Мужчина или женщина? Волосы длинные, бороды нету. И не поймешь. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Вопрос. Можно ли крестить ребенка, не имея крестных? Можно. Ребенка второй год. Ребенка так и не крестили. Невестка не может найти крестных. Спасибо. Не надо искать даже. Крестные должны быть такие, которые крепко верующие. Которым вы передадите его. Которым может взять его на воспитание, если вы умрете. Ничего это нет. Один обман. Я у скольких был восприемником, и никого нигде нету. Они вырастают, родители против травят. Ну, а потом дальше сами расхлюбывают. Иван Мирошников. Вот уже три месяца с упоением смотрю. А мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Вот уже три месяца с упоением смотрю все ваши ролики на Ютубе. И читаю все, что вы пишете на сайте. Очень бы хотел с вами дружить. От себя могу предложить вам безвозмездное сотрудничество. Так как я человек творческий, являюсь профессиональным звукорежиссером и композитором. И имею в своей студии звукозаписи. И готов служить во славу Господа нашего Иисуса Христа. Я сейчас выставляю на мои стихи. Виктор Николаевич Савченко положил музыку и поет их. Но у меня-то стихов 3467. Зайдите на наш форум. И там зарядите стихи или песнопения. Возьмите какие стихотворения. Поставьте их на музыку. Напойте или как-то. И дайте мне знать. Я с удовольствием принимаю это желание. Хочу дружить с вами. Но я обязан вам сказать то, что увижу не так. Вот тут опять много ответов. Большой через это. Филипп Олейник, 20 лет. Город Ярославль. Я промотал. Это большие ответы, которые я даю. А может быть они уже повторялись. Мелко. Игнатий Тихонович, вот читая ваше издание, душа восхищается. На сердце ложится мир и великая радость. Радость в то, что есть на этой грешной земле светильники Божии, которые несмотря ни на что остаются твердой в вере крестовой. Также смотрел ваши богословские миссионерские выступления. Беседы с духовенством, с простыми мирскими людьми. Очень и очень сильное впечатление на меня распроизвел документальный фильм «Глаз у пьющего пустыни» или «Второе крещение Руси». К великому сожалению, у меня нет компьютера. Так бы с нетерпением желать. Ну дальше прочитайте, что так много где-то. Это фильм «Малашина». «Глаз у пьющего» он меня так назвал, а мне фильм снятый. Ну, фильмов-то, четыре фильма сняты, о моей биографии. Это так бог устроил-то. Я туда не просился, отказывался, но все равно приехали. Вот ответы какие-то были. Наталья Удовенко. Вам не нужно удавить с фотографии дату надписи. Лишние предметы. Вставить в фоторамочку. Сейчас посмотрим, где дашь. Что-то еще, что-то было. Десять лет отлучения от церкви за один аборт. Ага, вот, теперь прочитаем. Алиса Савина, стоят, молятся уже тысячелетия. Хитрющий мытарь и грешный фарисей. Это из вашего стихотворения. Почему мытарь хитрющий? Напишите «Скиталец». Ладно, «Скиталец-мытарь». Напишите «Скиталец», ладно, «Скиталец-мытарь». Ну, это мои стихотворения, они необычные очень, это понимают. Ну, можно прочитать даже. Вот эти стихи. Видишь, я знаю, что сколько раз подстреляется. Крестный ход ни один прошагал по России. От жары, от дождей под навес не забьешься. Если б волю Господнюю познать его и спросили, ангел Божий им дал бы в кувшину лепешку. Иисус посылал только подвоеверных, невыклонных цепиться, хоругви трясти. Слово Божие сеет нередко средь терней. Наших точных коров не накормит тростник. Вызов Богу бросает всегда сатана. Не давай воскреснуть и свыше родиться. От мозолей голодные будут стонать. Знает это хитрющий и мертвый епископ. Сколько шли по напрасну и мраку потрафят. И пойдут на любые затраты и скорби. На моления, причастия, вычертят график. Противление Богу совсем не скоробит. Слово Божие будет судить на суде. В день последний и страшный день мрака. Этот стих разве можно совсем проглядеть? В алтаре за иконами спрятать. Чудо ищут жиды, иудеи, евреи. И не враг ли глумится через мироточение? Сотни лет собирали нелегкое бремя и пытаются душу заполнить хоть чем-то. И не Бога Егова и имя Его, Серафимы Кронштадтские, великочтимы. Льну целуют, а позже в трактир прямиком, прославляя невежество, ряску и тину. Не научены даже своими словами открывать Иисусу желание сердца. Значит, кто-то уж очень хотел оболванить, не по Библии жить, уповая на крестик. И пылит, и дымят, все не в духе, не в истине. По тому мятежи на Христа выйду с кольями, не испадите, несчастные гои не пискните. Не масоны, попы протоколы исполнили. Так он считает, не худышно считает, но и то понятно, что здесь какой большой смысл заложен. Повторяю, это 3467 стихотворений у меня написаны по 9 куплетов. И все написаны вот так на шестую. У меня нет, я там управлял, как у Пушкина, вообще нет. Нам по-иному рассуждать нельзя, ведь Слово Божие в инстанции конечной. Блуждание слепцов к погибели стезя. Во мраке путь тот самостью помечен. Незнание Библии страшнее не придумать и не измыслить казни подопечным. А именно таков стал результат наш в сумме, как когда итог подбит после Октябрьской стечи. Храм, средоточив всей истины в попах, учили так и гнули только к храму. Говенью, причастию, перед князьями страх. В трагедию вселенной перерастала драма. Авторитет писания совсем не жил. Лишь реформаторы его на щит воздвигли. Стоит с повязкой красный мужик. Винтовку взял, забыв снопы и вилы. Пустоголовый идеи обольщен. Развесил уши, растопырил пальцы. Хитрющий лысый им объяснил, почем. Награбленная грабь, эксперимент удался. Пытались... Я слово хитрющий хотел показать. И теперь что? Стоят и молятся уже тысячелетия. Хитрющий мыдарь и грешный полисей. Один взор не поднимет, небо в клетку. Другой любуется безгрешностью своей. Храм вытерпит и не такое слышал. Затем разрушится и камни растеряет. Слова же двух людей провозгласятся с крыши. Смиренный на пути к потерянному раю. То есть вот о чем говорится, откуда она говорит. И слово еще хитрющий где? В конце прицепятся фамилии живых. Кто с отошедшими жил, соприкасался. Но любви к Христу и к Библии, увы, ни слова. Жил земным хитрющий галстук. Вот и дальше. Я объясняю, что это означает. Людмила Сидоровна, 10 лет отлучения от церкви за один аборт. А за последующие получается 20 и 30 и так далее. Как я понимаю. Почему же наши священники при исповеди этого греха допускают не то, что церковь даже на причастие? Ну допускают. Пираты захватили корабли, я говорю. Разбойники, как Златоуст называет. Разбойники. Это Библия так их называет. Если без эпидемии допускают священник, гибнет сам и такого причащает. Иоанн Златоуст. Слепой слепого ведет. Василий Великий. Правило второе. Кавычки. Умышленно погубивший зачатый его утробе плод подлежит осуждению смертоубийством. Тонкого различения плода, образовавшегося или еще необразованного, у нас нет. Ибо здесь полагается взыскание не только за имевшее родиться, но и за то, что навредило само себе. Поскольку жены от таких по укушению весьма часто умирают. К этому присоединяется погубление плода, как другое убийство. А дерзающих на это умышленно. Проще подобает не до кончины простирать покаяние их, но принимать их в общение по исполнению 10 лет. Врачевание жизнь меряет не временем, но образом покаяния. И дальше какие места? А вот и весь сказ. Они отменили все. Православия-то никакого нету. Каноны отменены. Эпитемии нету. Оглашенных нету. Крещение неправильно. Прищищают подряд всех подряд. Где православие-то? Это только купола. Православие-то фактически трудно найти сегодня, где есть-то. По выдумкам они все по себе сделали. Сорковный бизнес. Все потеряно. Я называю только счастье. Ни одного тайны станет неискаженного. Дальше. Людмила Сидорова. Игнатий Тихонович, развейте дурные мысли. До сегодняшнего общения с вами я думал, что вы книги раздаете бесплатно. А тут я вижу целый приискурант. Неужели у вас тоже все продается? Интересно как. У вас все продается где-то. Ну не покупай. А как продается? Оно все откуда-то упало как книга или что-то. Ничем не окупается. Я беру в долг. Издаю. Ну и сдай одну книгу. Одну. И ты увидишь, что это стоит. Одна побыла в Потеряевке. А почему у вас продают тут сметану? А как? Даже вы верующие. Вы должны привозить и отдавать. Сработать. Привозить и отдавать. Ну вот это, пожалуйста. Халявная русская православная женщина. Дальше. Бесплатно она ищет здесь. Ну не получилось здесь. Никита Голубничек. Гнатий, добрый день. Обращаюсь к вам с советом. Совсем недавно я почувствовал, что мне нужна икона моего небесного покровителя. Искал в интернете информацию по поводу этого вопроса. Информации очень много. Ну ладно, понятно. Ошибся ли заранее? Благодарю. Не ищу и не знаю. Ох как. Что-то упал, наверное. Виктория. Что-то посмотрела и упала. Батюшка Игнатий, у моей семьи случилась беда. Мы живем очень далеко. Приехать не сможем, но мне хотелось бы получить ответы на мой случай. Я занимаюсь уборкой, а братик собирался в школу. И у себя в сапожке он нашел крест, перемотанный черной ниткой. Я думаю, что это к плохому. Ну ладно, понятно. А о стрелистиках-то? Ну, отдайте священнику, пойдите или еще что-то. Иосиф. Вопросы-то какие? До того уровня. Дальше. Добрый день, Игнатий Тихонович. Я знаком с вами через ваше видео в Ютубе. Пишу вам о своей проблеме с целью получить совет. Проблема слово исключить. Прошу. Нерешенный вопрос. Все. Проблема, проблема. Американцы подсунули и с ним начинают. С детства я был воцерковлен. Слово воцерковлено одно из самых негодных поганых. Окормлять, воцерковлять, каноническая территория. Все это выдумка не от человека даже. Это лукавый придумал. Окормлять означает отравлять. Откройте слова Режегова. Не надо даже придумывать это. Рожден, свыше не рожден. Конфессии, динаминации. Конфессии, динаминации исключитель. Вместо их слова ересь. И все стало на место. Конфессия. Ну что она? Она мастится, посидеть хочет у меня здесь. Ну давай, смотри. Я был... Ну ладно, просто прочитайте, посмотрите. Грехов на жизни, большие у нас времени нет на это смотреть. 22 года. Дальше. Александра Кузнецова. Мир вам. Я вчера выслал на ваш счет за книги 1 тысячу рублей. Как придут, напишите, потому что банки мне сказали, может и не пройдет. Ну, всякие глупости. Везде посылаю, где можно. 9 десятых из 10 книг, изданных мною, отданы бесплатно. Библиотеки. Ну, чего еще можно сказать? Вячеслав Дронов. Ну, это то же самое. Вот где-то отвечают что-то и... Видите, что тут даже считать невозможно. Что тут? Вот сколько вопросов и ответов, посмотрите. А тут ответ какой? Александра Кузнецова, да. Ну да. Видите как. Фотографии нет, и мне даже не интересно это. Валентин, здравствуйте. Скажите, а на том свете там долго быть? В чем смысл того света? Понятно. Долго ли быть? Вообще. Если это жизнь, это подготовка к тому свету, и в этом смысл этой жизни, то в чем смысл той вечной жизни? Вот видишь как. В вечном блаженстве в раю или в вечном наказании в аду? В раю. Ну, то есть вот он, видишь, где-то его на этом задержало, и потом, может быть, ответ будет. Прочитайте просто еще что. Какие вопросы? Какой смысл? Даже вопрос не задашь. Ни Христос, никто не обидел, ни Христу не задавали. Все понимали, а рай это хорошо, и мусульмане знают, и все. И вот всех панаидов. Глаз не видел, ухо не слышал, а еще, говорю, дальше. Игнать Тихонович, да, это то, что я имел в виду, посмотрел ваше видео «Рождение свыше». К удивлению, первый раз это слышу про рождение свыше, точнее, что оно означает, как родиться свыше. Я ведь считаю, что я грешен, и понимаю, что возмездие за грех смерть, а стало быть я погиб. Понимаю, что Христос меня спас, принял те смерти за меня лично, но грешить продолжаю, духом не меняясь. В одном месте вы говорите, что если это происходит долго, это становится опасным. Я не хочу, чтобы такое случилось, и родиться свыше я хочу по-настоящему. Я боюсь, чтобы это не оказалось очередным моим всплеском воодушевления, которое через несколько недель опять пройдет. Так, подожди-ка. Слава Иисусу Христу! Проверка, старшая сестра проверяет, как у нас. Ладно, дальше. Александр Кузнецов, мир вам, вы мне прислали перевод, дошел к вам? Да, ну это простые такие вопросы. Дальше. Наталья Голубева. Дорогой Игнатий Тихонович, вы входите в группу священника Дмитрия Смирнова? Сохрани бог. Куда Дмитрия Смирнова? Если бы он вышел по эфиру, вот так, по скайпу-то, я бы с ним поговорил-то. На его совести может тысяча людей убитых. Убитых. Который благословлял на все войны и дальше сидит. Да вообще говорить даже не надо. Но говорит, он знает, где сказать, и нигде он патриарха не обличит, ничего, этого же он правителя не тронет. То есть он вписался, знает, на что питаться, чтобы 100 килограмм лишних на себе носить. Я его очень уважаю. Была рада увидеть ваше имя среди его единомышленников. Ну, в чем-то я согласен, когда он говорит, что мусульмане ближе ко Христу, чем православные. Только не говорит, что такими-то православными он их и сделал. Но сегодня, посмотрев ваш ролик, где вы восхищаетесь фильмом «Левиафан» и с негодованием говорите о нашей церкви, о патриархии и безразбору во всех священнослужителях, я подумал, что образ мыслей у вас весьма революционный. Вам бы аплодировала вся пятая колонна, а уж радиоэхо Москвы особенно. Вы не пытались посоветоваться с отцом Дмитрием? Есть вообще для вас авторитет среди священства? Знак вопроса. Простите, очень огорчена. Не совсем разобралась, когда принимала ваши приглашения в друзья. Я, например, не приглашаю, никому не звоню, сами просятся. Просятся. А я проверяю еще как. Не в темных ли очках, свое ли имя написано, как выглядит, никаких там других рисунков, чтобы не было. То храм, то машина, то что-то. Это не соответствует действительности. Ну и что? Разочаровалась? Ну и дальше в этом и живи. В судный день ты увидишь главное. Ты скажи, что я не по Писанию сказал, не во Святии Библии. Тогда вопрос станет по-другому. А то я с Дмитрием, она подумала, увидела меня там, и я отвечать как-то должен. Не так я ответил про Левиафана. Ну не так и не так. Почему я должен понимать, как вы понимаете-то? Я говорю без пригляда, у меня есть совесть. По совести поступаю. Священники, из которых Левиафана восприняли положительно, а другие отрицательные. Ну что теперь революции делать? Это видно, что обязательно она ходит в храм, часто причащается, стриженная, без платка. Я не пойму, что она не надета. Вот такие, как бриджи, это шорты длинные. Ну вот, вот она не видит. А Дмитрий Смирнович ничего не скажет. Она нашла себе такого воспитателя. Ну тебя в храм нельзя запустить у нас, даже в деревню нельзя запустить. Она судит кого-то. Опять ответы большие, я их просто пропускаю. Зайдите сюда. Снежана Царева. Добрый вам вечер. Причисляя себя к православным христианам, их ход и крещена одним обливанием головы. Рождена ли я свыше, не знаю. И не дерзну сказать. Но встреча с милостью Божией состоялась только после 30 лет. Ваши ролики перерислали друзья по интернету, за что им благодарна. Благодарю Бога за таких проповедников, как вы. Храни вас Господь многие лета. Лично я не исполню половины церковных догматов. Не по силам и долгие молитвы, и строгие посты. Поэтому буду надеяться лишь на милость Божию. Буду нарушать, а на милость сделать ложное надеяние. Как и отчаяние, смертельно опасно. Здоровлю вам в лице белорусских христиан. Да чтобы наставить успели, но увы, мы так ленивы в своем спасении. Понимаете, вот так говорить, я не исполняю ничего, но на милость Божию надеюсь. И никакого основания в Библии нет. Поэтому, и Бог их считает лицемерами. Никаких, а почему? Попы так научили. Главное любить. Всех люблю, никого не осуждаю. Без пробела. Напишите. Ложь, везде ложь, измена, трусость и обман. Валентина и есть... Валентин так и есть все. Но почему вы упомянули и эгористов? Я с ними не общаюсь. Вроде бы среди моих знакомых нет их. А еще почему вы упомянули про детей? Это конкретное что-то или просто в контексте ответа? Непонятно, о чем говорит. Наталья Голубевна. Игнать Тихонович, я принимаю все ваши замечания по поводу моей внешности. Да, которая Смирнова-то. Да. И в принципе согласна с ними. Мне моя внешность самой не нравится. Я раньше вообще волосы красила. Теперь отказалась от этого. Постараюсь и с остальными проблемами с Божьей помощью справиться. С проблемами. Никогда этого слова не было в русском языке. Все влепляют его. Исключить. Вот я исключил, у меня его нигде нету. А вот по остальным вопросам вы у меня вызываете абсолютное неприятие. Ну и что? Я вижу гордыню, переходящую в прелесть. Гордыня прелесть. Это явно, что с попами она мусолится. Гордыня прелесть. Прелесть гордыня. Нигде больше и гордыни, как священств нет на земле. Нету. Это чисто дьявольский принцип Длатаус говорит. Гордыня прелесть. Она сейчас опрела. Я на ни одного слова не могу объяснить. Гордыня прелесть. Кто их не сгорбатился перед ним, это гордыня и прелесть. А что он заменил с собой Библию, Бога, ответы, церковь. Все в нем в одном. Маленьком попике, который ничего-ничего не знает, кроме денег. Дошли до чего, что гомоксоциалистов не исключают. Его с одного места на другое перекинули. Его поганцы сожгли бы. В любой стране, где мусульманство, там у евреев. А это даже нужно нету. Ну и что дальше? Прелесть. Постоянное осуждение, включая духовенство. Осуждение. То есть, если сказал, что не так, то это осуждение. Иоанн Креститель говорит, порождение их едины. Осудил. То есть, везде все осуждение. Это чисто поповское. Не осуждайте. Имеет смысл один. Не трожьте нас, попов. Все. Больше никто никого не судит, как они. Всех судят. Все в ад. Нигде церкви нету. Только мы. А мы православные. А православие в глаза не видел. Не нюхал даже, что такое православие. Патриарх сейчас поехал, встретился с папой. С сатаной встречался. Вообще, ошалелая. Дальше. Что для верующего человека вообще недопустимо. Недопустимо. Так и хочется сказать, кто вы такой, и кто вам дал это право судить. Бог дал право спасать. Если ты ему не скажешь, он погибнет. 3.18 изекииля. Она не знает ни одно местописание. У вас совсем не чувствуется смирение. Одно из главных добродетелей в христианстве. Ну вот сегодня как раз и показано. Смирение, это подчинение любому безумию, которое поддает. Гордыня, прелесть. Прелесть, гордыня. А на самом деле трусость и корысть. Корысть и трусость. Вот чем заражено. Не чувствуется и любви. А ее не надо чувствовать. Ее подел. Вот вы пришли ко мне. Оказана любовь. Я трудился. Создал этот форум. А вы пришли. И не приняли этого. И сколько малых сих, кавычка, вы можете соблазнить своими мнимым православием, настраивая их против церкви и ее служителей. Простите за риск. Она не знает ни церкви, а служители знают, только батюшка благословите. И все, на новый аборт. Когда сказал Степаненко, что нажившие детей, одинокие женщины, бэ, все, как его взялись, а архиерей сразу его запретил. Архиерей это пешка в руках мирских властей. Помощи Божьей. Да это дело-то не в резкости, которое сказали-то. Это человеку свойство. Дело в том, что ни одного слова истинного-то сказать не может. Она отравлена. А что, она обязательно часто причащается. Чаще причащается. Нигде нет ни в одном каноне. А наоборот, если не того, если человек чем-то не так делает, отлучает его нам многие годы. Ничего этого нет. В православии-то никакого нет. Есть поповская вот эта выдумка. Александр Кузнецова. Я знаю, что сумма больше, а я вам все вышлю позже. Перевод пошел. Ну ладно, ладно. Которые говорят, это все такое мелочное. Саша Коптяев, отец Игнатий, почему, когда я прихожу из театра, у меня так легко на душе? Чем это вызвано? Вот ответ какой. Ну, значит, ты театралка. Птица слетается к подобным себе. Вот ответ. Вот дальше кто? Юра Тодавчич. Тодавчич. Христос посреди нас. Как здоровье, как духовная жизнь. У меня к вам вопрос есть. Где и есть еще в России старцы? Очень хотелось бы с ними пообщаться. Заранее спасибо. Пусть Господь вас хранит и с Богом. Понятия не имею, никогда не искал. Я ищу Библию. И имейте связь с Богом в Душе Святом. И там Господь покажет. Я знаю таких. Это апостол Павел и англотолусы. По порядку многое найдете. Роман Казбека. Я на вас не обижаюсь, но я уважаю монашество и очень его люблю. Как же Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Афонские старцы, Иоанн Златоуст, Василий Великий и так далее. Ну хорошо, прекрасно назвал каких людей. Но однако не один из старцев, все вместе взятые, не могут изменить слова Христа. Идите по всему миру и благовествуйте. Проповедуйте Евангелие. Никто не может заменить этого. Никто. А уже 4 век, Златоуст уже в монашестве бежали в пустыню. Это легко перенимается друг от друга. Ну и дальше вот ответы какие опять большие. Тут о монашестве видно. Вопросы были заданы. Ну и я перейду. Который с фотографии, который крупно. Что тут? Неизвестно кто. Андрей Макуров. Спасибо большое. А поясните пожалуйста, еще вот такой момент. Не был ли таким притечий благоборческий советский режим, породивший свою советскую сергианскую церковь? Аминь. Так и есть. Вопрос в каком состоянии сегодняшняя церковь? В самом плачевном. Духовная разваленная, как патриарх Кирилл говорит. Что-то я немного запутался, как вообще сохранить верность Христу, если везде шумят ИНН электронные паспорта. А это подделка дьявола. Главное, ну зайдите в наш форум, там все ответы даются об ИНН и проще. Что это является разрешением и Христа. Нет, конечно. ИНН я понял, но сегодняшняя страсть накаляется вокруг электронных паспортов. О. Простите, что донимаю вас не совсем унятными вопросами. Просто я сам очень запутался. Очень боязно впасть в ереси. Боязно. Боязно. Ну боишься впасть в ереси. Считай Евангелие, Библию. Находи верующих людей. И как вы относитесь к книгам Платонова Олега Анатольевича? Один из его творений, Тернова Венеса России. Не знаю, не считал. И зачем мне это нужно? Задают книги, дают там, никогда не пересмотреть. Вот это-то маленькое, я его считаю уже третий день. Маленькое, 240 страниц. Надо же, я люблю считать так. Возвращаюсь, подчеркиваю. Соединяю определенные места, а потом по книге выступаю. Дальше. Градий Тихонович, здравствуйте. Как восьми девятиклассникам рассказывать про Библию? Владимир Сосни. Ну очень просто, как написано, так и считай. Считай, сердце откроется. Евгений Фаерман. Рулик, занятие номер 2, 25-12-2011 года. Да что он говорит? Православная церковь исповедует догмат всеобщности благодати и условности предопределения. Учение об этом выражено в послании восточных патриархов в 1672 году. Здесь говорится. Ну дальше прочитайте, что говорится, потому что много. Оттуда скопировал он. Вы говорите, что почитаем иконы из-за немощи, но тем, кто не почитает иконы, анафема. Значит, почитание икон больше, чем немощь. С любовью принимаем честные иконы, поступающие иначе, да будет анафема. Ну понятно, все анафема, а одним нам хорошо. Живого Бога не знают, а иконы знают. Ну что тут про это уже? У меня об иконопочитании написано. Иконы не идолы. Определенно. Ну и дальше-то что? Дмитрий Сизов. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь книгу или материал апологетического характера о священстве. Потому что я слышал о доктрине всеобщего священства. И она меня немножко пугает. Но противопоставить я ничего обоснованно на Библии не могу. Он баптист. Я ему ответил. Нынче приехал, принял крещение с матерью вместе. Вот ответ. Кто-то от православия, кто-то отошел. К тому православию, который ни к чему не обязан, а через порог. Оглашенные изъедите, выполните. Неоглашенных никого не знают. Не знают овец, волков, вообще не отличают. Кого он говорит-то? Дальше. Лена Воробьева. Расскажите, пожалуйста, если пришли христиане в другой конфессии, как с ними молиться? Никакой конфессии нет. Пришли еретики. Дальше. Слышала, что запрещается молиться. Где сказано в канонах? К моему сыну приходит адвентист. И мы, когда кушаем, молимся вместе. И на работе одна сотрудница, баптист. Все пытается со мной помолиться. Пятидесятник тоже как бы молится, если находишься вместе с другими христианами в одном помещении. Ну, а как помолился Илья? Жрецами Ваала были рядом, и нисколько не помешало. Не соединяться с ними в молитве, аминь не говорить. Аминь решает. Только одно слово решает. Аминь. То есть ты истинно подтвердил. А читает Отче наш, и ты сказал. Ты не с ними молился, ты с Богом был. Они даже этого не понимают. Ну, как у старобрядцев. Как у евреев. Идешь мимо православного храма, плюнь, чтоб ты провалился. Дмитрий Чернушный. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к православному движению Божья воля и к его лидеру Дмитрию Энтео? Энтео, во-первых, он не Энтео никакой, а царь Ионов. Уже все разобрали. Никто. Провокатор. Провокатор. Страшный провокатор. Это уже все объяснено. И ответ молимся о них ежедневно. Да, и молимся. Дмитрий я поминаю. Михаил Гадонов. А есть ли у вас подборка святоотеческих цитат первых двух веков, которые явно и недвусмысленно свидетельствуют о Святой Троице или о Божестве Сына Божьего и Святого Духа? Нужно для полемики с современными арианами, свидетелями Иеговы, к примеру, из Игнатия Богоносца или Поликарпа Смирского и другие? Это ничего не даст. Хоть всех до одного выбери. Они Библию отвергли. Написали свою книжку, называли всемирный перевод. Это вам не надо совершенно. Надо веровать и все. То, что сказал. Там многое, что говорили. Ну, мы даем эти ссылки про Христос есть Бог. Олеся. И еще кто-то. Здравствуйте, можно к вам уехать жить? Мы из Карелии. Этот мужчина со мной познакомился и хотел жениться. Но выяснилось, что он бывший священник и монах. Он уже 12 лет скитается. И я его полюбила. Сама в разводе. Сейчас мы не вместе за такой новость. Скажите, у нас есть шанс на семью? Мне 29 лет, ему 48. Я запуталась. Ну, что тут путаться-то? Он изменник. И никакого общения не должно быть с ним. Никаких. Он нарушил обеты монашеские. Священник и прочее. Это может быть ничего этого нету. Полюбили друг друга. Сатана слепит двух блудников. Виктор Фатеев. Доброе время суток. Вам, Игнатий. Что вы думаете по поводу новой синодальной документы о Святом Причащении? Вот ссылка на документ. Прокомментируйте, пожалуйста. А о чем мой документ? О Святом Причащении. Да зачем говорить? У нас все есть, что было. Какие-то решения. Никаких решений быть не может. Ситуации как установили и прочее. Причащают только которые не на замещании, не на отлучении. Лена Сизикова. Я вообще те решения, которые сегодня принимают, их даже на секунду не хочу смотреть. Это вопреки полностью православной вере. Что они там решают, делают из-за самоубийств, саммолития. Считаешь, их надо всех оттуда разогнать. Лена Сизикова. Как вы относитесь к художественной литературе? Например, Достоевский, Тургенев, Толстой и так далее. Почему церковь всегда против литературы художественной? Да. Что сказать? Ну, скажем, что-то. Идет время. Плача Леремеев. Так. Ну, и ответ-то будет, наверное, дальше. Если не будет, я отвечу. Это был-то. Никогда церковь не против. Поэтому меня неоднократно просили большие библиотеки разобрать. Ну, куда. Ну, я на три части делю. Одна непременно оставит себе классика, которую упоминаешь. Вторая безразличная, сдать где-то, ну, где принимают книги, деньги платят. И третья уничтожить. Заляма, пацаны, вся по шушеру. Паша Леремеев. Игнатий, вы пишете. Пугающие гневные слова от любящего сына и Яговы уже решает участь немолва. Там каждого увидят лишь нагого. В стихе помянут сына Яговы. Почему вы считаете, что имя Яговы сокрыто в православии? Как же мнение православной церкви с двухтысячелетним опытом и святых отцов? Разве не могли бы допустить такое недоразумение? Да, допустили. Ну, найдите в богослужении где-то, найдите имя Яговы. В утренних, вечерних молитвах нету нигде. Как допустить? Ну, сам факт говорит о том, что нету его нигде. Скрыли. Татьяна, у меня к вам такой вопрос. Мнений по нему я много разных слышала. И от священников, и от мирян. Допустимо ли христианам купаться в водоемах и бассейнах? Вроде как обнажение на людях неприлично. Ну, и не обнажайся. Слышала, что у вас в детском лагере дети купаются. Но раздельно мальчики и девочки. А взрослые плавают или нет? Взрослые тоже отдельно никогда не видят, как там женщины. Мне врач ультиматум поставила условия чем-то заняться. Сказала, что танцами или в спортзал идти. Танцевать однозначно не буду. Вот подумала, может плавание безобидно. Так тут тоже не все легко и просто. Ведь не плавают в бассейнах одни только женщины. А все вперемешки с мужчинами. У нас однопевщие ходят и не задумываются. А вообще пост скоро. Помогите советам. Никогда. Даже близко не подходите. Вот мусульман сделали отдельный забор. А храна стоит и купается в одежде. Ни одни не раздеваются. Специально материал такой придумали, когда вода свободно проходит через него. И она купается, как будто бы на улице где-то идет в такой же форме. Поучиться надо, а не злиться на мусульман. Дарья. Здравствуйте, Игнатий. Простите, что обращаюсь. Прошу помолиться за раба Божия Михаила. У меня нет рядом храма. Обращаюсь ко всем православным друзьям. Спаси Господи. У Михаила завтра обследование на опухоли в кишечнике. Ну, помоги Господи. Реши. Снежана Царева. Ну, и дальше это... Видите, какие валы идут все. Которые мелкие, даже смотреть не буду. Сколько дает. Дмитрий Чернушин. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Обращаюсь к вам как к большому знатоку священного писания. Подскажите, пожалуйста, что говорит Библия о восстании народа против власти? Когда такое восстание есть зло и грех? А когда восстание народа против безбожной власти допустимо? Если допустимо вообще? И в каких формах это восстание или протест может проявляться? Никак. Только молиться за власть. За царей начальствующих. Молиться. Больше ничего не дано. Все остальное от сатаны. Евгений Сергеевич. Отец, может и православный священник изгонять беса мир вам? Ну, если дана власть такая, может где-то может. То что? Вот и ответ отвечаем. Так. В Новом Завете вопрос отношения со властью рассматривать, то есть исследовать и разных филаретов подсовывать даже и не нужно. Так как дан был простой шаблон, по нему нужно скрипеть. Возрастать благодарности Богу, когда будешь исполнять. Вот рецепт. Римлянам 13 глава. Дальше. Первое Петра. Вот ответ какой дает. Ну, пускай там Смирнов или кто-то даст. Петра. Посмотрите, какие места писания. Дальше. Что говорит Иоанн? Послание Иуды. Просто зафиксируйте себе. Вот ответ. Такое должно быть и Слово Божие. Дальше. Безмятежную жизнь. То есть, чтобы не было революции, мятежей, майданов. Вот так. Что значит дару и жизнь безмятежную? Считаем. Евгений Сергеевич. Отец. Может ли православный священник изгонять бесы мира? Может. Ответ там. Сергей. Сафонов. Здравствуйте. Я хотел у вас спросить. Где можно найти Библию на ЦСЯ? До Никоновского перевода. Понятно. До Никоновского и не было перевода. И псалты. Только в этом году исполняется 140 лет перевода синодальному русской Библии. Лучший из лучших переводов. Не допускайте даже в одном слове сомневаться, какие были переводчики. Четыре духовные академии. Я уж многократно об этом говорил. Сколько синодальный перевод? Анна Магерамова. И я из родов мусульман. Да и видно ее. Милостью Божией православная христианка ныне. Спасибо Господи, мил человек. По жизни мне всегда нужен был такой человек, как он. Уже рукава оторвали-то. Юбка еще не снята. Ну снимут. Снимут здесь. И платок все сохранил от мусульман. А уже у православных она вот что потеряла. Рядом священники идут как-то. Дальше. Хочу спросить насчет поклонов. Как-то я просил от священника благословения на то, чтобы делать поклоны дома. Ну по 40-100 в день. Мне священник сказал, не нужно. Я смотрел... Волки лютые. Не надо поклон. Вот от зверюга какой-то под именем священника. Зверь лютый. Волки лютые. Вот пожалуйста. Я смотрел ваше видео с мусульманами. Это Самир и моя землячка. Я тоже азербайджанка. Помоги и Господи. Вы с ней сейчас общаетесь. Да. Вы молитесь всем раз в день. А как быть работающим, которые живут в городе и уходят в 7 утра, приходят домой в 7 вечера? Ну значит про себя молись или как-то там по-другому? У какого святого можно точно узнать про поклоны? Сколько и как делать? Ну только по силе возможности и как делать. Правильно перекреститься, чтобы на лоб, на средину, лба, шрева, правая. И вот не сюда, как патриарх крестит, у него рука куда-то подмышку идет. А вот сюда вот, на плечо, где вот соединяется. И поклон сделать такой, чтобы рука могла пол достать. Опускать не надо руку, вот так прислонись. А земной поклон, это голова, руки, ноги, колени, руки. Вот земной поклон. Это земной поклон. Тысячи поклонов. Протопопа вакуум делал, говорит. И жена рядом. Анастасия Марковна. Если, говорит, ребятишки не пищат. Анна Магерамова, какое время вы уделяете чтение Библии и Псалтире? Сколько воды вы пьете в день? Ну вот видите, сколько не мерил никогда. Сколько организм требует. Я если не пью, у меня судороги, все стягивает. У меня порчина, все это пережато, переморожено. Николай Ратников. Случайно мне прислали сектанты. Написали сектанты, беседуя с сектантами. Подскажите стихи Библии, где говорится о том, что нужно прислушиваться к святым, которые мне упоминаются в Библии. Таким, например, как Сергей Радонежский. Потому что они, мне кажется, скоро приведут стихи, где сказано о том, что познавать Библию нужно самому без святых. Так уже было. Библию без святых никак. Шо святые отцы. Шестой вселенский собор. Девятнадцатое правило. Запрещает. Максим Кожаев. Здравствуйте, помогите, пожалуйста. У меня есть вопрос. Сейчас я прочитал книгу Иова. И там сказано, что Бог сказал, что Иов, обидевшись на него, прав в своих осуждениях, нежели чем его друзья. Сам же Иов держал обиду на Бога и был уверен в том, что он правее, нежели чем он. То есть получается, что Иов поставил себя выше Творца, что решился судиться с ним и уверенность его в своей правоте перед Богом. Не иначе или как гордыня. Одна из семи смертных грехов. Да, еще и прелесть еще не забыл поставить рядом. Друзья же ему говорили, чтобы он усмирил свой гнев. Но Бог при этом сделал права Иова. Сделал правом Иова, я так думаю. Я что-то не понимаю или я что-то упустил? Ну и снова пересчитайте раз пять, и все будет открыто. И Бог сказал, кто это, без смысла, говорящие слова. И он говорит, полагаю, руки на уста. Он на этом раскаялся. И он ничего к этому не добавил. Дальше. Алексей Дубровский. Здравствуйте, отец Игнатий. Я из Алматы. Было как-то на душе у меня желание уехать в деревню. За что было православной. Думаю, а есть ли такие деревни в России, матушки? Набрал в интернете. О чудо, есть. Зашел на ваш сайт, посмотрел видео. По карте и со спутника тоже. Хорошие места, молодцы. Вы настоящие православные и патриоты. Я бы тоже хотел на вас быть похожим. Видите, какое разное мнение. Одна городит там такое, другой говорит такое. Дмитрий Воробьев. Я слышал о вас, но буду честен. Я не совсем понимаю вашу деятельность. Я давно смотрел пару ваших роликов. После того, как я услышал высказывания о священном начале, я как-то стал не доверять вашим словам. Спасибо, Господи. Понятно, уже рядом со священниками. Ни Библии, ничего не надо. Попы взяли на себя власть и думают довезти куда-то. Он никуда тебя не приведет. Потому что вопреки священному писанию. Вот так с бутылкой будешь сидеть, с одной лепешкой. Считайся в Библию и увидишь, священники истинные, есть хорошие, к ним прилипляйся. Толкование, ничего не знает. Один, в одиночестве, ничего нету перед ним. Гол, как сокол. Где бы найти свою половину такие, ищут половину все. Жизнь всю, говорится, проиграли, а теперь половину ищут жизни. Тут что-то другое еще. Дай-ка еще заглянем. Видите, сколько ответов дает? Вот, пожалуйста. Сергей Новиков, Омск. Что-то у него звезда тут наколота. Здравия! А к вам можно приехать в крещение принять истинное? Нет, нельзя, нельзя. Бритый ты, проще, нельзя. Нельзя, никак нельзя. Если бы подчинялся, я вижу, что ты не подчинишься ничему. И не будешь слушать. Ну, ответ, можно, но только сначала нужно самым подробным образом познакомиться с вами. Бритых не принимаем. Да. Филипп Олейник. Игнатий Тихонович, я вот пересмотрел ваших видео уже больше двухсот. И желание к вам приехать и принять крещение апостольское с каждым днем становится все сильнее. Также я бы очень сильно хотел бы купить все ваши книги, которые вы написали по Святой Библии. Такого проповедника, как вы, я никогда еще не встречал. Также хотел спросить, как подготовиться к поездке, потеряв, что нужно с собой брать, какие вещи. Конкретно. Видите, какие разные ответы. Я выбираю, ничего не выбираю. Это модераторы, администрация мне, которая ставит. Я так и считаю, я же не прочитал еще. Тут много где вот это ответы. Ответы, вот они, большие ответы. Ну, потому что они те же вопросы, а не ответы. Илья Голубев. Здравствуйте, Игнатий. Я очень много о вас знаю. Игнатий, был ли в Древней Церкви поклонение свойствам Бога? Свойствам Бога поклонение. Можно ли связывать с этим храм Софии Премудрости Божьей? Нельзя, не надо. Это выдумка. Максим Кожаев. То есть я правильно понял. Он, Его и Его не имели права учить. Так как они не были поставлены Богом для этого. Тогда встречный вопрос. Каким образом Бог ставит апостолами и так далее? И как это понять? Какие вопросы? Наташа Смирнова. Вы очень благое дело делаете. Хочу с вами поделиться узревшими материалом и узнать ваше мнение. Спаси Христос. Видите, попробуй. Посмотри ролик и дай. Сколько это ролик? Это же не одна минута. Три с половиной часа. А? Три часа тридцать минут. Ну вот я должен сидеть теперь и смотреть, и давать ответ. Еще что? Константин Негода. Сейчас. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Помолитесь обо мне, пожалуйста. Один раз хочу быть проповедником, миссионером, благовестником. И не знаю, как сдвинуться с места. Желаю всем крепкого здоровья, Константин. Ну, хорошее это дело-то. Один только вопрос задам. Зачем расстегивать воротник, не застегнутый? Или галстук, или расстегнутый. Галстук нельзя носить? Рыстник застегнись, чтобы я тебе доверил. И бороду не трогай. Одна старушка-яговистка, Николай Радников пишет. Ну да. Не послана на пути, чтобы я больше... А подсмертной душе не найдет где-то. Ну ищи, найдешь. Дальше. Настя Куропаткина. Если у вас возможность, то ответьте, пожалуйста. Вы написали до последнего времени, мы в РПЦЗ. Но в той части, которая признала акт о каноническом признании благодатности МП. А как расшифровывается аббревиатура МП, и получается, РПЦ признает ваше движение только какой-то его части? Еще вы написали, что вы многому не согласны с официальным курсом сегодняшней церкви. И ваши слова многим не нравятся и колют. В чем именно вы не согласны? И от чего ваши слова многим не нравятся? Ну, смотри, я уже показал ролики. Тут все, смотри, понятно о чем. Вот. Андрей Каспришин. Игнатий Тихонович, привет. Как дела? Как дела? Вот опять ответы. Ответы какие-то. Столько ответов я дал. Все на этом на сегодня. Так, подожди, не все, надо еще показать, показать надо вот это вот на форуме-то. И вот если здесь слово главное ткнете, вот здесь вот, то выйдет вот жития святых у нас идут на каждый день. Жития святых, насчитанное в 80-х еще годах. Я насчитал, а сейчас нашлась Добрая Душа, их оформляет и красиво так иконами. Жития святых. Это 1173 ролика может быть. То есть у нас очень богатый материал. Ну и дальше это вот, это самое центральное, откуда все идет. Вот наши книги, Кисну Православию. Здесь найдете стихи, фото, все-все-все. Есть и вот ответы, 55 папок по ним. Ну и все на этом сегодня. Слава Иисусу Христу. Благодарю. Спасибо, Христос. А где Гликерия? Это легла спать? Вон она, уснула, Гликерюшка наша. По-русски это Лукерия. Ну, твоя воспитанница, Надежда Васильевна, повернись хоть маленько. Это тебя увидели-то где-то. Вот это где-то. Вот они, наши слушатели. Тут бывает больше, но сегодня поменьше. Утром из-за стенки они приходят, вместе молимся. Если молитвы нету, утренней вместе, домашней церкви нету. И поэтому за этим мы наблюдаем уже. Если она девочка там, ну взяла ее, принесла. Она спит, нормально у нее идет. Настоящее православное.